Ого! Ого-го! Как вас много, ребят! Если честно, когда такая аудитория, то всегда очень страшно. Но становится легче, когда стараешься рассказывать про какой-то свой опыт и рассказываешь про просто внутреннюю кухню компании нашей. Поэтому я думаю, что попытаюсь вас сегодня загрузить реальными историями, а вы уже подумаете, можно ли это как-то применить в вашей практике, в вашей работе. Всем привет! Давайте начнем. Хотел бы начать с цитаты Сергея из Томска. Когда вне пользователя вашего ресурса, хочу вам с уверенностью сообщить, что обновление ужасное. И вы знаете, у нас, я вот не знаю в каких компаниях и где вы работаете, в нашей компании, я из Авито, вот такие вот высказывания, они не всегда относятся только к юзер-экспириенсу. Почему не всегда? Потому что на самом деле вот этот Сергей из Томска может получать значительную часть дохода, используя наш ресурс. И это ли юзер-экспириенс? Скорее всего, нет. Скорее всего, это уже тема какая-то шире, он уже жалуется на ваш продукт не только про то, как он им пользуется, какие у него сложности возникают, а именно как продукт встраивается в его жизнь. И поэтому с позволения организаторов сегодняшней конференции я бы хотел чуть-чуть выйти за рамки темы нашей и поговорить с вами про клиентский опыт, кастомер-экспириенс. И мысль, которую я хотел сегодня бы до вас донести, мне кажется, что в каждой компании есть потенциал сделать работу команд гораздо эффективнее, просто открыв им доступ к клиентскому опыту. Кто знает, что за фильм? Да, действительно. Очень люблю этот фильм, он, может быть, не супер точно попадает в нашу профессию и в сегодняшнюю тему, но мне очень нравится нам момент, когда огромное количество аналитиков, глядя на данные, глядя на то, что количество ипотечных сделок только увеличивается, население счастливо, банки тоже счастливые, радуются, получают премии и продолжают продавать ипотеки. А вот группа людей, почуя что-то неладное, пошла в народ и стала собирать этот реальный клиентский опыт. И вот у него всегда было такое лицо, когда он узнавал, что там какая-нибудь, простите, стриптизерша взяла три ипотеки с огромными процентами и совершенно не представляет, каким образом она будет их выплачивать. Что же такое клиентский опыт? Как его понятие собрать и кто должен работать с клиентским опытом? Я понимаю, что на конференции Prof.UX, где одни специалисты из этой отрасли спрашивают, что такое клиентский опыт, наверное, не стоит, потому что вы все в курсе. Но вы знаете, это вот вчера в баню ходили, в мужскую. Значит, заходишь, садишься, все сидят, все красные. Заходит какой-нибудь мужик и говорит, ну что, мужики, подбавить? И вот как бы все знают, что не надо, но никто не говорит. Поэтому вот история, что такое клиентский опыт. Я бы тоже хотел с вами засинхронизироваться, прежде чем мы пойдем дальше, в понятиях все-таки, что же это такое. У нас есть микрофон, да? Конечно же, у меня есть на следующем слайде ответ. У нас даже два есть. Да, но, Даш, можно тебя? Ты как понимаешь, что такое клиентский опыт? Клиентский опыт – это то, как клиент взаимодействует с нашим продуктом. Ага, спасибо. Даша, компания ЦАН. Ну и второе мнение, чтобы нас не полярная, Миша, тоже скажи, что такое клиентский опыт? Это эмоции пользователя. Эмоции. Как взаимодействуют и эмоции. Вот уже немножко разные точки зрения, поэтому давайте я вот свою тоже напишу. Она не конкретно моя, она отчасти из Википедии, отчасти из интернета. Но действительно кажется, что это совокупность впечатлений и эмоций, ощущений, которые получает клиент при взаимодействии с компанией, который оказывает ему услугу или предоставляет сервис. Помните вот Сергея изначало, да? Это же вот его эмоции, ощущения, что вот как же так, зачем же вы обновили так продукт, что это на меня так сэффектило. Хорошо. Второй вопрос. Кто же с ним работает с клиентским опытом? У нас в Авито мы делимся по командам, и боевая единица в команде – это продакт, дизайнер и аналитик. Вот эти три роли. Поднимите руки, кто является одним из этих персонажей. Ага, много, отлично. У нас таких 25 юнитов, 25 команд, где вот такие вот роли. Эти ребята непосредственно работают с клиентским опытом, потому что они делают продукты, они развивают продукты, поэтому им нужно понимать, что думают, чувствуют клиенты, исходя из этого улучшать или ухудшать продукты. Ну, зачастую, конечно, улучшать стараются. Идем дальше. Маркетинг. Есть кто-то из маркетинга? Исследователи маркетинговые? Вообще нету. У нас их тоже немного, как видите, 3 человека всего в команде. Ресерчеры, исследователи, UX-ресерчеры. Руки. Есть, отлично. Вот их больше, и у нас их тоже чуть больше 5 человек. Идем дальше. Поддержка. Кто-нибудь работает в поддержке клиентов? Ничего себе. О, один человек. Супер. Не вовит? Хорошо. Маленькая команда, вся поддержка. Окей. У нас их 400, они занимаются отдельно поддержкой. Те, кто отвечают клиентам в социальных сетях. Есть такие люди? Тоже вы? Я так понимаю, если я до директора дойду, вы тоже руку поднимите. У нас их 150 человек. И ребята, которые аккаунты из ЛЗ. Есть такие в зале? Тоже нет. Ну, я примерно так и думал. И у нас их 200 человек. Это не их профильная конференция, поэтому их здесь нет. Это вот те ребята, которые работают с клиентским оптом. Причем, обратите внимание, вот эти работают, они используют для того, чтобы продукты делать. А вот эти справа, ребята, они скорее для того, чтобы чаще этот клиентский опыт собирают. Каким образом и с помощью каких инструментов мы понимаем и собираем клиентский опыт? Ну, во-первых, аналитика. Огромное количество тестов, воронок и данных о поведении клиентов получаем оттуда. Дальше это наблюдение за клиентами. Сейчас много в интернете доступных продуктов, называемые визоры, с помощью которых можно просто смотреть на ваш продукт глазами клиента. Третий пункт — это как раз обращение клиентов. Клиенты пишут либо о проблемах, либо о каких-то вопросах, либо пишут нам с предложениями, каким образом наш продукт улучшить. Отзывы клиентах в социальных сетях, в магазинах приложений. Как я говорил, ребята, которые занимаются продажами, вот у нас они делятся на два типа — хантеры и фармеры. Понятное дело, одни клиентов привлекают, а вторые их поддерживают в моменте. Почему они клиентский опыт? Потому что им клиенты рассказывают, что у них болит, что в продукте нужно доработать. Маркетинговые исследования. Вот на самом деле, несмотря на то, что у нас три человека всего, там огромный арсенал инструментов, наверное, даже больше, чем я указал здесь. Но чаще всего это такие массовые опросы, это рыночные исследования, фокус-группы, обзвоны, сайт-бай-сайт, попарные сравнения и прочее, прочее, прочее. Докфудинг. Сами пользуемся, сами страдаем, сами понимаем, пытаемся понять вот этот клиентский опыт наших клиентов, когда пользуемся нашими продуктами. Теста обязательно юзабилити. Причем разные варианты, когда мы тестируем онлайн, когда мы тестируем в лаборатории, когда мы тестируем при помощи инструментов для онлайн-тестирования. И обязательно коридорные тесты, когда мы это делаем на сотрудниках, до того, как покажем клиенту. И общение. Да, общаемся мы тоже не просто интервью. Часто общение происходит сейчас с клиентами либо через телефон, либо по скайпу, либо даже в чатах мы стали общаться. Это очень удобно. Вот это, как мне кажется, почти полная наша картинка, каким образом мы собираем и пытаемся понять вот этот клиентский опыт. Да? Да, от вас никогда не дождешься. Спасибо. Итак, идем дальше. Помните команду? 25 команд, по 3 человека, и там еще разработчики есть. Вот есть команды, и есть этот собранный клиентский опыт. И в какой-то момент мы задались вопросом. Они вообще с этим клиентским опытом могут работать? Они могут найти то, что относится к ним? Потому что, как вы видели, сотрудников из разных функций много, команд много. Возможно ли вообще найти тот опыт, который попадает именно в тебя? Его возможно ли обработать? Возможно ли понять, есть ли какие-то проблемы при работе команд с обратной связью от клиента с клиентским опытом? Ну, мы же следователи пошли, поговорили с ними, и что узнали? Что на самом деле наши гипотезы о возможных проблемах имеют место быть. Действительно, команды зачастую не знали о всех этих каналах, откуда можно понимать ощущения, впечатления, эмоции клиента. Действительно, командам зачастую было сложно найти часть этой информации из-за больших очень объемов, ну и прочее по списку. Все зачитывать не буду. Мы поняли, что вот особенно с этими тремя частями у нас прям совсем тяжело продукт работает, взаимодействует. Ну и вот с желтыми получше, но тоже есть проблемы. Выглядит как теория, так и есть. Первая часть презентации — это скорее больше теория. Теперь давайте к конкретным кейсам перейдем. Посмотрим, каким образом, на каких задачах мы вот эти проблемы видим, каким образом попытались сейчас эти проблемы порешать. Первая задачка. Приходит дизайнер Настя и говорит, запускаем новую пошаговую, уже запустили пошаговую подачу в приложениях, но после запуска видим, что конверсия низкая. Ребята, помогите, исследователи. Скорее всего, нам нужно юзабилити провести, понять, где там блокеры. Что мы говорим Даше? На самом деле, в принципе, можно провести тесты и понять, какие есть проблемы. Но гораздо эффективнее, проще и быстрее просто понаблюдать удаленно за тем, что происходит у клиента. Я об этом вам рассказывал на прошлой конференции. Вот у нас на вебе и на мобилке есть инструменты, которые позволяют удаленно наблюдать. Но в них была проблема, что у Насти, когда она запускает пошаговую подачу, всегда релизы происходят через АБ-тесты. И поэтому в огромном массиве информации ей очень тяжело найти именно ту часть, которая относится к ее запуску. Соответственно, она нищет и приходит к нам, просит тесты. Мы попытались ей помочь, доработали инструменты таким образом, чтобы… Ой-ой-ой. Доработали инструменты таким образом, чтобы в огромном массиве информации ей было проще найти видео сессии клиентов, которые относятся к ней, просто выбрав тот АБ-тест, в котором участвует ее обновленный дизайн. Выглядит примерно таким же образом, как я вам показывал в прошлый раз. Как я сказал, удобство работы в том, что ты просто выкатил на какую-то часть клиентов новый функционал, пошаговую подачу, и прям конкретно открываешь именно те клиентские сессии, которые относятся к твоему релизу. Соответственно, ей не приходится просматривать и искать огромное количество информации. Она заходит сюда и смотрит именно те сессии, которые относятся к ней, что прям значительно ускоряет понимание причины, почему у них конверсия ниже, чем была на прошлой подаче. Если остаются вопросы, тогда уже можно провести следующим этапом, воспользовавшись другим методом, еще какой-нибудь тест, еще какой-нибудь эксперимент. Следующая история про Дениса. Он у нас продукт-менеджер доставки. Денис сделал классный продукт, и они его сейчас хотят раскатывать дальше. Расширять региональную, представленность продукта и увеличивать количество категорий, где работает доставка. Чтобы это сделать, Денису нужно понять, окей, если я увеличу объем продукта, будет ли больше клиентов, которые сталкиваются с какими-то сложностями. Мне сейчас нужно понимать, какие базовые блокеры есть в продукте. Что может сделать Денис? На самом деле Денис может также и тесты делать, и общаться с клиентами, но гораздо эффективнее и быстрее Денису заглянуть в поддержку. И посмотреть, что по уже запущенному продукту клиенты пишут нам в канал поддержки. Почему это сложно? В день в поддержку приходят 12 тысяч писем. Это письма не только о проблемах, это вопросы, это какие-то предложения, но по всему Авито в день 12 тысяч писем. 25 команд пытаются в этих 12 тысячах писем найти то, что относится к их продуктам. До недавнего момента у нас это тоже работало не очень хорошо, и поэтому Денис, у него пускались руки, и он выбирал те методы, которые проще, а не копаться во всех этих обращениях. Мы на это дело посмотрели и немножко переделали процесс. У нас, когда приходит обращение, сотрудник поддержки выбирает шаблон ответа. Тут есть вопрос, хорошо ли работать с клиентами через шаблон ответов. Но мы это оставим за скобками, мы пока выбрали такой метод. И мы сделали, что к каждому шаблону привязываются определенные теги, которые назначает команда. И потом команда по этим тегам может найти те обращения, которые относятся именно к ним. Если у специалиста, когда он отвечает клиенту, нет нужного шаблона, он об этом пишет. И отдел редакции вместе с продуктом создают новый шаблон ответа, и к нему опять же также привязывают теги, которые говорят, что тег там новый функционал, что за функционал, и команда также может найти потом информацию по этому функционалу. Окей, что делает Денис? У Дениса есть такой дашборд. Он вообще показывает общее количество обращений, которые попадают по его продукту. И цветами у Дениса поделены теперь темы. То есть, например, здесь есть обращения вопросы покупателей по доставке, вопросы продавцов, вопросы подправки, почему не пришли деньги, где задержался товар. Разные-разные темы. Помните те теги, которые Денис привязал к всем тикетам, к шаблонам, которые используют для ответа на обращение клиентов. Дальше Денис просто берет, выбирает определенную тему. Например, селлеры интересуются, задают какие-то вопросы перед тем, как отправить товар. И видит, что по этой теме у него тоже какое-то количество обращений. Он проваливается глубже и может качественно посмотреть, какие вопросы задают, какие обращения были на эту тему. Ну и что видит Денис? Какой-то Владимир пишет, какой компанией доставки я могу пользоваться для отправки заказов. Если Денис прочитает таких 200, 300, 400 обращений, у Дениса формируется мнение, что, скорее всего, если огромное количество аудитории спрашивает именно про это, ему нужно где-то на лендинге или где-то в продукте указать, как выбрать и какие вообще можно выбрать пункты доставки. Нужно ли проводить какие-то дополнительные исследования? Тут уже Денис решает дальше, но вот в первую очередь, работая с этой обратной связью, он получает огромное количество инсайтов, что ему в продукте нужно улучшить. Следующая история про Пашу-дизайнера, у него недавно встала перед ним задача переделать навигацию на вебе. Ну, навигация — это все элементы, которые мы используем для перемещения внутри сайта Авито. И чтобы подойти к этой задаче, как и любой UX-овый дизайнер, Паша пытается понять, о какие есть проблемы, пытается собрать все находки инсайта, которые сейчас есть. Смотрим опять на нашу схемку. Что может сделать Паша? Паша может в суппорт пойти? Почему? Кто сказал да? Жалобы на навигацию. Жалобы на навигацию. Вот вы себе такое представляете? И я тоже. Могут спрашивать, а когда в Айти-дизайнер еще что? Ну, хорошо, хорошо. Но очень мало. Ну, то есть, если я не нашел, как вернуться назад, если это не критическая, это не была задача, вряд ли я в поддержку. Я слышу про это. Да? Да, нет. Конверсия. Да, в принципе, он может смотреть на цифры и видеть, где какие-то места, где отваливаются. Но на самом деле довольно много цифр. Также и с наблюдениями. Он может и сессии отсматривать пользовательские, но тоже, когда стоит речь про общую навигацию, непреконтретную часть какую-то, но это тоже очень-очень много нужно отсмотреть, чтобы найти тоже какие-то проблемы, какие-то инсайты для себя. Короче говоря, кажется, что Паше логичнее всего действительно обратиться к ребятам, к нам, к UX-ерам и спросить, вот на огромное количество тестов делаете, какие проблемы были. И мы как бы, когда создавали команду исследователей, мы об этом думали, что, скорее всего, будут задачи такие эпизодически возникать большие, поэтому все данные про исследования нам нужно как-то складировать так, чтобы к ним был простой и удобный доступ. Мы для этого сделали отдельную страничку в конфлюенсе, где мы вместе, туда же взяли маркетинг, потому что объяснить за год работы в компании, в чем разница между маркетинговыми исследованиями и UX-исследованиями, мы не смогли. Поэтому мы просто взяли, решили не идти против компании и объединили все наши исследования, все наши проекты на одной страничке в конфлюенсе. И там же добавили кучу разных ссылок, полезных для того, чтобы команды могли кастдевить, простите за грубость, самостоятельно. Плюс всю информацию про исследования, которые планируются, которые мы уже провели, мы стали дублировать в разделе UX-ресерч в слэке и на страничке Workplace в Фейсбуке, чтобы больше было информированности о том, что мы делаем и какие проекты были. Значит, думали, что здорово. Что по факту оказалось не очень здорово. Вот эта вот страничка с нашими проектами в конфлюенсе. С одной стороны, да, как бы control find и ты находишь какой-то нужный тебе проект. Но, значит, тот формат, в котором формируются результаты исследования, усложняет поиск нужной тебе информации. Мы вообще чаще всего используем примерно осталось. Используем два формата. Либо мы выкладываем сайты по результатам исследования на доску в РТБ, то есть рисуем какой-то сценарий и просто делаем скриншоты и подписываем, где были какие-то проблемы. Либо прям, простите за мелкий шрифт, на страничке ой, да что же такое? На страничке проекта в конфлюенсе сверху описан сам проект, описана задача, ребята там, дизайнеры выкладывают какие-то по проекту экраны, прототипы и потом, когда подходит к процессу исследования, просто отчет по результату исследования пишется ниже в этом же проекте. Или тоже формат, когда там исследование проводит несколько человек и просто в конфлюенсе формируется отчет вот в таком вот виде. В чем здесь проблема? Когда мы вот в таких двух вариантах формируем отчеты и просто ссылки даем в одном месте, выкладывая в конфлюенсе, в этих проектах очень часто появляются находки, которые не относятся к определенной команде. То есть мы проводим исследования с одной стороны для команды, например, доставка, но когда ты проводишь это исследование, обнаруживаются инсайты, которые относятся к другим командам. И вот в этом случае как найти все эти инсайты непонятно. Также есть момент, что часть проблем после UX-тестов теряется, потому что ты будешь записывать на эту страничку отчеты те проблемы, которые не относятся к текущему проекту. Их нужно записать туда или их нужно записать куда-то отдельно, потому что они относятся к другой команде, относятся к другому проекту. Вот мы тоже поняли, что у нас есть с такими отчетами проблемы и решили поставить перед собой задачу сделать такое место хранения всех UX-инсайтов, где мы могли бы в первую очередь решить задачу быстрого и простого доступа ко всем проблемам по своей задаче. Ну, также понимать контекст, потому что если просто читаешь про проблему и непонятно вообще на откуда корни растут, то очень неудобно. Менять статус, иметь возможность вносить совершенно разные типы наблюдений, ну и, конечно же, не усложнять нам, как для ресерчеров внос этой информации, потому что если это очень копипаст или если это очень долго, ну, типа, скорее всего, мы на этот инструмент новый забьем и обратно вернемся в Confluence и в РТВ. Стали думать, стали искать, смотреть разные инструменты и на просторах интернета первое, на что наткнулись, это Harvest. Кто-нибудь слышал, видел? Рука одна. Знаете, инструмент скорее больше подходит, когда у вас небольшая команда и вам нужно действительно классно раскладывать весь клиентский опыт, клиентский фидбэк из разных источников. И поддержка, вот все, которые я перечислил, вот для этого он подходит хорошо. Потому что там, когда приходит новое какое-то обращение клиента, вы просто выбираете, выделяете текст и относите вот этот вот текст к какой-то группе проблем, которые у вас уже сформированы. Но так как у нас поддержка уже работает со своими инструментами, нам этот инструмент не очень подошел, потому что отдельно для UX находок в таком формате там их формировать очень сложно. Второй инструмент — это Enjoy. На самом деле очень похож на Harvest. Может быть, кому-то какой-то покажется удобнее, какой-то проще. Но нам опять же свои специфики, что видите, из разных абсолютно каналов поступающий фидбэк здесь можно собирать и обрабатывать, он нам не подошел, потому что нам нужно было в основном собирать находки именно с UX-тестов и интервью. Но при этом не говорю, что эти два инструмента плохие, специально их для вас отметил, потому что они показались прям очень интересными и может быть для небольших компаний они как раз подойдут. Мы хотели, видели и хотели сделать что-то очень похожее, легкое, как вот пример такого канала в Телеграме, который ведет Сбербанк. Они проводят сессии дизайн-мышления и по результатам сессий они выкладывают какие-нибудь самые классные находки, самые классные инсайты в Телеграм-канал. Мне показалось это очень круто, потому что ты просто заходишь в канал, здесь есть какие-то теги и находишь относящиеся к твоим продуктам, к твоим задачам прям такие сочные, интересные инсайты. Вот мы хотели сделать что-то похожее, чтобы ты так же мог просто зайти и посмотреть, окей, а по моей задаче что было самое интересное, самое классное найдено на исследованиях. Ну, понятно, в Телеграм мы переехать не можем, потому что не секьюрно и, возможно, в какой-то момент вообще у нас отключится этот канал. Поэтому мы, выбирав инструменты, выбрали Airtable. Почему Airtable нам понравился? Вообще он похож на Excel-ку очень сильно или на Google Sheet. Но у него очень классная система тегирования. Ты можешь привязывать любые теги к своим находкам. Вот, например, у нас несколько разных тегов по типам наблюдений. Это либо наблюдение, либо best practice, либо проблема, либо инсайт. И вот всевозможные теги мы можем сюда привязывать. То есть это не только какие-то проблемы. И вопросы клиентов могут быть и так далее. Ты сюда еще можешь добавить. Вот мы добавили теги по продукту, какая часть продукта, какой части продукта относится наблюдение. И команда, к какой команде относится наблюдение. Можешь добавлять ссылки, картинки и так далее. Но в целом это больше похоже на экселевскую страничку, в которой идет полотно, полотно длинное всех ваших находок, всех ваших наблюдений. Но за счет того, что все эти находки проатегированы, сотрудник, который приходит сюда, на самом деле буквально в пару кликов может быстро отсортировать те инсайты и проблемы, которые относятся именно к нему. Вот он заходит, выбирает, например, тип проблемы. Это будет у нас проблема, с которыми сталкиваются клиенты. И часть интерфейса, например, это у нас будут фильтры и выдачи, по-моему. Все. Дизайнер, который работает над новыми фильтрами, быстро рассматривает те проблемы, которые попадают именно в его текущую задачу. При этом видит, вот там мы еще ставим значок по критичности, и при этом, как вы видели, может посмотреть ссылочки и картинки, которые относятся к этой проблеме. Вот для всех наших находок мы сейчас переехали на такой инструмент, причем мы сюда добавляем также еще и, вот увидели там best practices, когда находим что-то на сайте Циана или на других ресурсах интересное, какой-нибудь интересный вариант опроса, UX инструмент, тоже кидаем сюда. И это смотрят и дизайнеры, и мы смотрим, этим пользуемся. Это очень удобно, что на одной доске у нас просто формируется единая такая база всех инсайтов, наблюдений и best practices. Если подводить небольшое резюме, первое, что хочется сказать, это по поводу ответственности. Не может быть, как кажется, в компании какой-то отдельный отдел ответственных за клиентский опыт. Клиентский опыт должен быть просто размазан по всей компании, он должен звучать, обсуждаться на всех встречах, так же, как вы обсуждаете метрики. Вместо юзабилити тестов очень круто иногда просто удаленно смотреть за клиентами, потому что времени на это тратится меньше, и так как контекст естественный, соответственно, даже больше находок у вас получается сделать. Через суппорт проходит огромное количество обращений, впечатлений, мнений и отзывов клиентов, поэтому задумайтесь, настроена ли у вас вот эта вот обратная связь и работа с этим большим каналом, насколько полно и целостно продукт использует все эти инсайты. Ну и спросите себя, если вы исследователь, если вы часть команды, которая поставляет клиентский фидбэк, а насколько этот фидбэк до команды доходит, могут ли они с ним работать, или вот как в нашем случае отчеты есть, но чаще всего обращаются к нам, когда встает какая-то задача и просит помочь найти нужную информацию. Я не рассказал еще про две части, это наши менеджеры по продажам, это отзывы в социальных сетях, и еще вот тоже у нас были проблемы с общением с клиентами. Специально не рассказал, потому что мне времени столько не дали, и нужно же что-то в следующий раз рассказывать, поэтому сделаю небольшой анонс, про это вот хотел рассказать в следующий раз. Кажется, что в каждой компании есть потенциал сделать работу команд гораздо эффективнее, если открыть им доступ к клиентскому опыту. Вот такая моя мысль на сегодня. Может быть что-то вам попадет, запомнится, может быть о чем-то задумаетесь и попробуете у себя понять, а так ли это или нет. У меня все, спасибо вам большое. Так, вопросы? Миша, спасибо большое за доклад, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а вот насчет Airtable, как СБ отреагировало? Вообще пропустило? Больная тема. Ну, не знаю. Не, ну смотри, мы используем Google, авторизация в Airtable, у нас, как это называется, SSO, да, единая авторизация, вот у нас и в RTB единая авторизация и в Google, и в Airtable. Я понимаю, это дает нам гарантию того, что эти данные в наши эксистемы и никто туда не влезет. То есть вроде бы нормально. Здравствуйте, спасибо за доклад. Спасибо. Очень здорово. У меня такой вопрос. В Airtable попадает информация о проблемах проверенных или нет? Смотрите, что такое проверенные проблемы? У нас либо стопудово подтвержденная гипотеза о проблеме, либо нет. Туда попадает и то, и то. Вот есть очень хороший доклад про фреймворк, GIST называется. Это, по-моему, гугловский фреймворк. Про него рассказывает, фамилию сейчас не вспомню. И там вот, в принципе, все находки, они ты просто не присваиваешь индекс, насколько она достоверна. И потом недостоверный нужно еще как-то валидировать. Супер достоверный и валидировать не нужно. Поэтому попадает все. Просто вот мы как бы говорим, насколько она… Вот видели, там флажочки стояли. Либо прям стопудово проблема, которую мы видели, которую понимаем, либо нет вероятность проблемы нужно еще валидировать в других источниках, в других каналах. Добрый день. Добрый. Меня зовут Софья. Очень приятно было послушать ваш доклад. Спасибо. Меня интересует такой вопрос. Насколько сложно от вашей большой и трудноорганизованной компании ввести новый инструмент и сколько проходит времени, чтобы этим инструментом разные подразделения начали пользоваться? Несложно. Ответ на сколько… Всегда говорят спасибо за вопрос. Я всегда забываю это вставлять. Спасибо за вопрос. Несложно. Здесь несложность зависит от того, насколько этот инструмент… К инструменту относитесь как к продукту. Если вы вводите какой-то инструмент, который не решает никакую проблему, в компании, то вы его не внедрите. И это будет сложно. Если внедряешь то, вот мы пошли же от проблемы, собрали список проблем, почему сейчас тяжело с отчетами работать и предлагаем решение этих проблем. Инструмент Airtable. Вот если ты таким образом идешь, тогда внедрить просто, потому что все подхватывают просто на раз, начинают пользоваться и не возникает ни у кого вопросов, зачем нам это. Все как бы видят, что это решает проблему, поэтому отлично, давайте приобретаем. А если вводишь инструменты, просто говоришь, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот некоторые компании так iTracker покупают. Нам нужен просто iTracker. Зачем он нужен? Ну, потому что тест хороший с iTracker еще лучше. Но проблему-то какую решаем. И вот когда идешь в эту проблему, тогда несложно. Пожалуйста. Привет. Спасибо большое за доклад, потому что нам сейчас эта тема тоже очень актуальна. Меня зовут Люба, я из Бертеха. Расскажи, пожалуйста, вот с новой базой ваших инсайтов какой-нибудь кейс удачный, то есть как команды это используют и как сделать это полезным. То есть вот у нас просто контекст такой, что у нас очень-очень много команд, и они очень-очень разные, потому что мы для Сбербанка делаем исследования. И вот мы сейчас ломаем голову, как сделать так, чтобы они еще не утонули в этих тегах, и как какой-нибудь продукт может прийти и действительно что-то для себя ценное там найти. Спасибо за вопрос. Значит, первая мысль, это я показывал как раз пример, как с этим работает. Вот сотрудник, который занимается навигацией, пришел, и вот я показал на видео, каким образом он отсортировал и посмотрел проблемы, которые попадают к нему. Отвечая на вопрос, что касается, а как для Сбербанка это, вот смотрите, вы ходите на доклады, и спикеры рассказывают про инструменты, практики и свой опыт. И вы что, думаете, что что-то можно скопировать, что-то можно использовать в другой компании? Да ни один фреймворк, ни agile, ни jobs to be done, ни air table, ничего нельзя просто взять и перенести в другую компанию. У тебя в компании всегда есть специфика своя. Это, допустим, культура компании. Вообще работаете с клиентским опытом или нет, с обратной связью? Может вообще нет смысла в нигде инструменты внедрять, если они просто не работают. Команды не работают, потому что культуры такой нет в компании. Сейчас долго буду говорить, но отвечая на ваш вопрос, нету решения. Вот как бы вы же эксперт из Сбербанка, и ваша задача, послушав разные доклады, почитав статьи в интернете, придумать, а как это в Сбербанке? Вы нет говорить… Можно уточнить, а можешь привести пример успешного кейса, как у вас команда в этой базе для себя что-то ценное нашла. Могу, но видимо сейчас выйдем, потому что да. Последний вопрос давайте. Кто еще? Михаил, спасибо за доклад. Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Вот эти теги, которые вы проставляете, как вы их собираете? Это какая-то работа со всеми командами, которые пользуются этими таблицами или ваша как исследовательская? Спасибо за вопрос. Мы прежде чем начать писать эти теги, о чем подумали и что собрали. Первое – теги, которые формируются в поддержке. Там же уже теги есть. Мы посмотрели их. Теги, которые формируются, которые ставят, когда обрабатывают фидбэк из социальных сетей, из магазин приложений. И работа с продуктовыми командами. Мы с ними общались, какие подходили к ним и прямо спрашивали. Ребята, вот смотри, по вам вот такие наблюдения. Как это для вас тегировать, чтобы вам было удобнее? То есть здесь тоже был небольшой коздев. Когда мы ходили, вначале собирали, как уже тегируются, потом спрашивали команды. И вот эти теги, уверен, что они не финальные, но вот сейчас вот такие вот сделали. И по ним мы также тесты проводим в этой штуке. То есть мы когда вот составили, там первые накидали, не знаю, 200-300 инсайтов. Мы пришли в команду и сказали, окей, садись, дорогой продукт-менеджер, найди. У тебя какая сейчас задача? Вот такая. Найди по своей задаче. И смотрели юзабилити-тест этого инструмента. Смотрели, просто ему или нет, находит он или не находит. Вот механика такая была. Так, спасибо, Миша. Спасибо. У нас, кто не успел задать вопрос, есть около зала специальный флипчарт, и около него Миша еще постоит какое-то время, можно его попытать. Вот, давайте пока аплодируем. Спасибо.